Метро Монреаль, Канада Станция Шам-де-Мас Она была построена в 1966 году на оранжевой линии В солнечные и теплые дни эта достопримечательность выглядит особенно живописно При ясной погоде витражи, созданные здесь мастером Марселем Ферроном, удивляют своей красотой и искусным выполнением Считается, что станция – это наиболее знаменитый шедевр художников Поражает грандиозностью и космичностью форм главная станция метро Франкфурта Ее создателя вдохновил художник-сюреалист Рене Магрид Пожалуй, самая необычная часть станции – это вход, выполненный в виде застрявшего в земле вагона метро Стокгольм, Швеция Метро в этом городе называется самой длинной художественной галереей в мире Стокгольмская подземка считается одной из самых необычных Благодаря оригинальному дизайну станций Самые красивые из них расположены на синей линии Здесь же находится центральный вокзал Спускаясь сюда, как будто оказываешься в сказочном, вырубленном в скалах гроте Перенесемся через океан Нью-Йорк, станция Сити-Холл Она планировалась как самая большая и центральная часть системы метро Нью-Йорка Но история распорядилась по-другому Красивая, по-особому закругленная линия станции сыграла с ней злую шутку Сделав финансово непригодной Из-за этого платформу не получилось удлинить, адаптировав к поездам нового поколения В результате станция Сити-Холл закрылась 31 декабря 1945 года Но до сих пор частично используется как сквозная линия поезда номер 6 Так что у вас все еще остается возможность увидеть некогда самую шикарную, а сейчас самую известную заброшенную линию метро города Неаполь, Италия, станция метро Толледо Открывшись в 2013 году, она сразу получила престижную архитектурную премию как лучшее общественное здание года И неоднократно возглавляла список красивейших метровокзалов мира Действительно, достигнутый мозаиками эффект завораживает Потолок станции имитирует звездное небо в морозную ночь Так что попав на эту станцию, вы почувствуете себя в чертогах снежной королевы Станция Купол Света Это еще одно чудо метрополитена и одна из самых многолюдных и красивых станций города Гаусюн в Тайване Созданная из тысяч стеклянных фрагментов художником-нарциссом Квальятта Находится на верхнем уровне станции бульвара Формоза И представляет собой витраж всех цветов радуги, раскрывающийся во всем буйстве красок Громадный купол 30-метрового диаметра и общей площадью 660 квадратных метров Изображает четыре необходимых элемента для жизни человека Это вода, чрево жизни, земля, процветание и экономический рост, свет, творческий дух и огонь Разрушение и возрождение, послание любви и терпимости Субтитры создавал DimaTorzok